Ребята, всем привет! Как вы, наверное, уже заметили, я снимаю ролики в основном по двум направлениям. Первое направление – все, что касается физической реабилитации, потому что это моя работа, я это очень люблю. И второе направление – это все, что касается жизни в Канаде, иммиграции, учебы, адаптации, потому что я также люблю страну, в которой я живу – Канада. И сегодня у нас будет видео из части физической реабилитации, но это видео также может быть интересным людям, которые интересуются иммиграцией в Канаду, и у которых есть пожилые родители. Дело в том, что сегодня я отвечаю на вопрос одной из моих подписчиц, вопрос немного деликатный. Я сначала подумала, что я просто отвечу в комментарии, но потом я решила снять небольшое видео, потому что я подумала, что то, что касается физической реабилитации, не может быть неудобных вопросов, потому что, в общем, все мы, наверное, к счастью, устроены, физиологически устроены, созданы одинаково. И я также вспомнила, как говорила моя маленькая дочка, когда она была, там, не знаю, 2-3 года ей было, она говорила, что, она спорила со мной, что принцессы в туалет не ходят, на что я отвечала, даже принцессы ходят в туалет, поэтому, поэтому, да, сегодня вот такая немного деликатная тема. И вопрос звучал, есть ли что-то или что делать, если, допустим, после операции человеку тяжело идти в туалет, потому что тяжело, соответственно, садиться и подниматься, потому что ослаблены физические силы. Я сегодня вам покажу, какие существуют приспособления, которые могут облегчить вам этот процесс. И я сняла то, что у нас было на складе, и сейчас я заехала в аптеку, посмотрю, что здесь еще есть у нас в аптеке. Поэтому, если вам показался этот вопрос тоже интересным и занимательным, конечно же, оставайтесь до конца этого ролика. Итак, чтобы облегчить пациенту поход в туалет, существует несколько видов повышенных сидений. Первое сидение – это сидение с поручнем, то есть такое сидение устанавливается на унитаз, и когда зачастую после операции у пациента ослаблены ноги, и ему тяжело садиться и вставать, то такое сидение ему облегчает этот процесс. Сейчас вы видите вариант без поручня, без поручней, такой же вариант я нашла и в аптеке, но, на мой взгляд, вариант с поручнями все-таки удобнее. С поручнями такое сидение стоит дороже, в канадской аптеке это стоит 90 долларов, и без поручней 65 канадских долларов, плюс, соответственно, 15% налоги. Также я не смогла пройти мимо, это такие гелевые подушечки для охлаждения оперированной ноги. Мы их помещаем в морозилку и используем для снятия боли, то есть это используется в качестве льда. На этом я прощаюсь с вами. Если вы хотите поддержать канал, можете поставить лайк. Всего вам хорошего, до следующих видео. Всем пока!